Добрый день, утро, вечер, а может быть даже и ночь. С вами, как всегда, Годзилла, и сегодня я вам расскажу, как сделать вольер для панды. Да, если у вас вдруг есть панды, то есть вы приучили панд из Мокритча, то я вам сейчас расскажу, как сделать для них комфортные условия. Приступим. Не обращайте внимания на то, что я в водолазном костюме. Это сейчас модно. Для начала нам понадобится камень, и еще мод World of the Git, точнее плагин, мод Мокритча и Мега Плэнт Пак, иначе у вас ничего не выйдет. Так, выделяем примерно где-то в 3 блока территорию, в ширину, и... Так, сейчас. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15. Давайте в 15 блоков выделим территорию. Вот, и теперь пишем C98. Вот так. То есть, вот мы уже выделили территорию, теперь нам нужно построить сам вольер. Точнее, стены. Ну, это даже не стены, а скорее скалы. Вот, то есть, нужно вот просто вот так строить. Ну, лучше, конечно, из камня, и проследить за тем, чтобы панды, ну, никто не мог скарабкаться по скалам, иначе ваши животные сбегут. Да? То есть, вот так вот делаем. Так, это слишком мало. Вот, встанем вот так территорию. Так. Вот. То есть, вот такой длины примерно будет наш вольер. Вот, уже запрещали, а то, если у вас маленькая панда, то она сможет сбежать. Не обращайте внимания на всяких там китов. Просто я делаю зоопарк. И, кстати, видео по нему будут выходить, да. Я там буду рассказывать о животных, всякой интересности о них. Вот. У меня все разделено по континентам. Вот. Вот так вот выделяем все. Вот так делаем, делаем, делаем. Вот так, вот так. Вот так. Чтобы, опять же, никто не мог сбежать. Вот, можно просто вот так провести стенку. Вот. Так, сейчас включу. И вот. Вот так делаем все. Да, то есть, вам для этого вольера понадобится. Ну, вообще, вам понадобится. Для этого вольера. Опять же. Такие моды, как мега-пак растений. Мог-ричард. И. Конечно же. World Edit. Это уже не совсем мод, а скорее плагин. Чтобы просто вы могли сделать нормальный вольер. Вот. То есть, теперь. Вот, давайте. Еще нужно протестить. Проверить. Нет, никто не сбежит теперь. Они сбегут еще. Так можно. Вот. То есть, я вот сделал такие скалы. Теперь. Нужно провести решеточку. Опять же, выделяем так. Пишем опять же, сет 98. Ну, в принципе, можно из каменных кирпичей. Вот. И теперь вот так опять же выделяем. И пишем 101. Вот, сет 101. И теперь у нас есть вот такая вот решеточка. То есть, наружная часть уже закончена вольера. Можно сделать нашу стену еще повыше. Вот тут вот такая будет прям горка. Но панды будут комфортнее так, потому что они живут же в горах. Панды это же горные такие животные. В горах Китая они не проживают. Поэтому им будет комфортнее вот так. То есть, я делаю комфортные вольеры для животных. Чтобы им было приятно в них проживать. А то некоторые делают, знаете, просто вольеры 4х4. И все. Оставляют животные там жить. Вот. Также нам понадобятся железные блоки. Ну, это как бы для столбов. Вот. Вот и... Так. Значит так. 28 блоков. Ага. То есть, через каждые вот. Пустим 4 блока. Вот. 4. Вот. И как раз идеально получается. Вот. Теперь мы должны вырыть тут такую канаву. Ну, как канаву. Прут. В которой мы должны парни выступать. Он будет довольно убеден. Ой, тут уже вода. Откуда она там взялась? Непонятно. Наверное, генерация мира такая тупая. Так, опять заделать нужно. Лучше, конечно, все это делать землей. Лучше, конечно, именно землей. Чтобы вышло так. Я стараюсь сделать вот этот барьер такой более красивый. Ну, то есть, круг будет не очень глубоким. Но панды в нем будет не очень тесно. Вот. Нужно убрать песчаник. Потому что песчаник будет выглядеть не очень целесообразно. Вот. Вот так. Вот так все это заделаем. Ну, вот. В принципе, вот так вот мы получаем вот такой вот прудик. Лучше сделать его поглубь чуть-чуть еще. Так, опять ночь уже наступает. Быстро в Майнкрафте, однако. Ночь. Подожди, не обращайте внимания на всяких там китов. Это из Ошенкрафта. Вот. Уже вырыл первый прудик. Да, то есть у меня там будет пара прудов. И теперь, ну, вот так вот залить все. Так. Вот так, вот так. Ой, это уже перебор. Вот так, вот так. Ну, вот уже пруд готов. Первый пруд, опять же. Вот. Здесь должны вырыть второй. Ну, тут нужно камни поставить. Как бы как оградка такая будет. Вот тут ограда такая. И опять же, второе пруд. Видишь? Почему тут так много воды? Крут тоже будет очень глубоким. Есть пруд тоже будет очень глубоким. Но тут уже по краям будет таким камнем. Какая-то вся эта вода берется. А, знаю. А, нет. Нет. Тут, наверное, просто какая-то подземная. Может, пруд, что ли. Вот тут заливаем. Опять же, панды отсюда. Если только они в нее попадут, то смогут выбраться. Вот тут так вот все это будет выглядеть. То есть, они смогут искупаться, если рук испачкаются. Ну, это шпанды. Мы знаем, насколько они грязнули. Вот. Хм. Неплохо, неплохо выглядит. И теперь нужно сделать им такой небольшой, как бы, мостик. Чтобы они могли спуститься из дуба. Потому что там нет тропических деревьев, где проживают панды. Там больше такие похожие на дуб. Вот так. Нужно сделать сейчас следующее. Вот здесь такое тут небольшое деревце. Оно как будто бы упало сюда. Фиспаны могут сейчас спуститься, искупаться. И пойти дальше. Опять же, тут нужно заделать все это дело. А то плохо, когда. Вот так. Вот так. Наверное, долгое видео получается. Но все-таки это же архитектура. Вот. Оставлю такой небольшой блок. Вот. Теперь нам нужны, опять же, дубовые лиси. Их вот... Ну, если устроите это выживание, вам будет довольно трудно. Потому что столько камня нарыть, да и еще и пережарить, это нереально. Оно будет такая вот. Вот. То есть панды смогут приживаться, искупаться, подняться по листьям, ну и так далее. Теперь, сейчас самое интересное. Вы... Сейчас нам нужно сделать большое дерево. А то без больших деревьев не кошерно как-то. Да. То есть она будет тожки тут. Для этого нужно построить столб из деревянных досок на 5 блоков. Номать нижние 4. Теперь нужно взять обычный саженец дуба. Костную муку. И теперь вот так вот это вырастить. Так. Что-то не хочет. Давай. Давай. Расти, Диевцы. Вот. Наконец-то получилось. Вах. Какой он огромный. Прям дубище. Да. Вот такое дерево нам понадобится. Теперь нам нужно сделать самоубежище для наших панд. Чтобы они могли там сесть, отдохнуть. Сидеть. Спать. Вот. И с камнем строим 2 блока высотой. Вот так-то это должно выглядеть. Вот. То есть. Вот так будет выглядеть убежище для наших панк. Теперь. Нам понадобится каменная плита. Именно каменная плита. Чтобы она. Чтобы выглядела получше. Вот так все это делаем. Вот. Делаем конструкцию. В общем, делаем конструкцию, похожую на дольмен. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Вот так. Вот так. Так. Внутри. Нужно застелить все желтым ковриком. Это типа сена. Вот так. Застеливаем. Застеливаем. Вот. Застелил. Ну, еще факел нужен. А то слишком тут темно. Одного факела достаточно. Ну, вот. Уже что-то путное получается. Теперь нам понадобится. Из мега плент пака. Вот. Нам понадобится. Значит. Короткий бамбук. Значит. Нам понадобится бамбук. И всякие там лилии, папоротники и так далее. Вот. Значит. Форжестия. Робаста бамбук. Так. Еще нам понадобится. Высокий древесный папоротник. Камыш. Твутия. Так. Еще. Может парочку. Пару побега золотого бамбука. Лесного бамбука. Оп. Пальмовая лилия тоже нам понадобится. И. Так. Где он тут был? Моз. Аспер. Аспер. Бамбук. Так. Сейчас найду. Где же он тут был? Он тут был. Точно. Так. А, ладно. Поиск. Вот он, наш бамбук. И теперь нужно его грамотно посадить. Этот бамбук растет в болотах, поэтому мы его посадим возле нашего пруда. То есть, тут уберем, а вот посадим. Вот. Пусть растет. Тут, наверное, посадим такой лесной бамбук. Так, так, так. И так. Ну, еще вот тут. Вот. Вот тут. И тут. Да. Вот уже растет. Этот бамбук не очень высокий. Он все равно. Он всего 8 блоков в высоту. Тут давайте-ка посадим золотой бамбук, потому что он будет очень хорошо смотреться. Прямо вот караши. Прямо фэншуй на все. Так. По центру расположим. Робаста бамбук. В этом углу посадим высокий аспербамбук. Вот, смотрите. Какая-то прям большая рощица. Вот. Уже выглядит как-то, в общем, даже прикольно. Да. Теперь. Нам понадобится еще бамбук. Потому что тут пород бамбука довольно много. Бамбук, как известно, в больших количествах прорастает в Китае. Так. Где он тут у нас был еще бамбук? Так. Давайте-ка вот. Вот. А, вот где аспербамбук был. Вот. Давайте вот тропический синий бамбук посадим вот тут. Вот тут. И тут. То есть будет такая вот небольшая рощица. Он растет около 10 блоков. А аспербамбук бросает в 2 раза больше. То есть сейчас целых 20 блоков. Хм. Но выглядит достаточно неплохо. Теперь нужно задекорировать такими. Всякими растениями. Там пайловая лилия. Кстати, такие вот. Вот камыш. Камыш. А камыш может посадить вот тут. В принципе, вместо этого бамбука можно тут посадить. В принципе, он будет тут себя чувствовать довольно неплохо. Так. Опять ночь. Каждая, ночь задолбала уже. Вот. Вот. Вот это бусы. Думаю, вот так будет. Посадим. Посадим. Внимаем. Вверх. Растенится. И вот этот папоротник поделил. Разбил вот так. Вот так он будет расти. Вот тут. Тут, тут, тут. И уфа. Кошь будет расти. Так. Еще какой-нибудь папоротник. Так. Ферн на английском. Так. Что-то. Нет. Нет. Вот. Вот этот тоже, думаю, подойдет. Папоротник. Потому что уфан. Там намного папоротника всякого. Вот. Уфа немного подрежет. Тут будет такая небольшая. Молит папоротника. Ну вот. В принципе. Вот. Наш вольер для панд почти готов. Ну. Тут еще нужно посадить всякие там. Панницы тоже. Вот. Вот тут панная вольерия будет произрастать. Хм. Ну. Знаете. Выглядит довольно прикольно. Реально прикольный вольер получился. Ну что ж. А теперь время переселения наших панд. Вот они тут все. Я их делаю. И я не посолил. Так. Ребят. Да не орите. Возьмем. И будем по одной панди перетаскивать. Ладно. Это мне посолил. Что ж. Я перетащил всех панд в вольер. Как видите. Некоторые панд открываются. Пришлось резать немного бабуга. А то он закрывал обзор. Ну а теперь все намного лучше видно. Нужно еще немного панды переселить. И как-то слишком уж много. Извини, Кайла. Сорян. Так, да? Вот. То есть. Смотрите. У них тут довольно большое питание. Это можно сказать. Был Zoo Tycoon в Майнкрафт. Думаю, это нам стоит прощаться. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Увидимся в новых выпусках. Всего дальше. И всем пока.